Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Есть одна проблема, знаю, чего хочу. Есть цели, складываются средства, выстраивается траектория достижения. Проблема в том, что всё это молча. Живу с родителями, а они достаточно консервативны и все подвергают сомнению. То, что им озвучивается, терпит крах. Ловлю себя на том, что уже боюсь мечтать и ставить цели, потому что знаю, что если поставлю, достигну, но это же выйдет из зоны всеобщего комфорта и встретит сопротивление, возможно, негатив. Это касается работы, но здесь я ловирую, а вот в личной сфере это просто парализует изначально. Как быть? Ну что же, давайте разберём ваш вопрос более подробно. Знаю, чего хочу, есть цели и складываются средства, выстраивается траектория достижения. Здесь лично мне кажется, вот в этом вот непосредственно контексте, что вы довольно рационально подходите к постановке своих целей, то есть слишком все просчитываете, слишком все как-то визуализируете, возможно. Хотя я могу ошибаться, но вот пока мне кажется это именно так. Какие здесь есть нюансы? Нюансы здесь есть очень простые. И когда человек визуализирует, вот у него возникает идеализация. Идеализация своей цели, идеализация того, что он хочет, вот. И в этом, на мой взгляд, может быть определенная проблема, потому что вы в этом смысле, в этом случае довольно слабо будете переносить, когда у вас будет что-то не соответствовать изначальному какому-то, допустим, ну, допустим, плану, да? То есть вот, если вы как-то себе изначально придумали что-то, да? А потом получилось так, что это не совпало с реальностью, вот. Здесь я бы рекомендовал больше обратить внимание именно на свои импульсы, да? Именно на свои порывы, вот. Ну, скажем так. Свои порывы душевные, да? То есть психоэмоциональные, вот, чувственные порывы, вот. Это могло бы вам в этом смысле здесь помочь. Дальше. Проблема в том, что это все молча. То есть имеется в виду, что вам не с ком это обсудить. Вот. Если, ну, если я правильно понял, если я правильно понял, если я правильно понял, вам не с ком это обсудить. Вот. Если вам не с кем это обсудить, то, на мой взгляд, имеет смысл, ну, спросить, спросить себя, как так вышло, как так получилось, вот, что мне, ну, не с кем это обсудить. Вот. И, возможно, возможно, история здесь о том, чтобы вам пересмотреть вот свое социальное окружение. Я даже, что интересно, пока не говорю о родителях ваших. Вот. Потому что с ними ситуация, ну, понятно, немножечко другая может быть. Вот. Но, тем не менее. Дальше. Живут с родителями, они достаточно консервативные и все подвергают сомнению. Бежите вы. Ну, что ж, это нормально, что родители все подвергают сомнению. Да? Вот. Это нормально, что, что они, вот, консервативные, консервативные. Вот. Это нормально, на мой взгляд, по крайней мере. Другой вопрос, другой вопрос заключается в том, как вы на это реагируете. Вот. Ну, лично вы, лично вы, как на это реагируете. Вот. Вам, судя по всему, здесь хочется как будто бы их одобрения. Поправьте, поправьте, пожалуйста, меня, если я не прав. Вот. Но это очень важный момент. Если вы их хотите, если вы нуждаетесь в их одобрении, в одобрении родителей, я имею в виду, то это уже то, чем нужно работать. То есть это некий элемент такой, неуверенность в себе. Или страх. Страх. Вот. Страх именно, вот, перед родителями. Дальше. Что, что вы живете с родителями? Ну, тут, пожалуй, важно поднять речь о необходимости сепарации от родителей, да, совместного, отдельного проживания от них, вот, и так далее. То есть это вот то, на что хотел бы обратить я ваше внимание. То есть почему, почему вы живете своими родителями? в том, что, ну, очевидно, что человек, вы уже довольно взрослый. Вот. Значит, может быть какие-то причины. Вот. Дальше. То, что им озвучивается, терпит крах. Ну, то, что им озвучивается, они обесценивают, это правда. Ну, простите, а как на это? На то, что им озвучивается, на то, что им озвучивается. Реагируете вы? Вот, что важно. То есть, ну, да, 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 то, что им озвучивается, терпит крах, это правда. Ну, а почему должно быть иначе? Ну, буквально почему, буквально почему должно быть по-другому? Вот они у вас, в смысле родители, вот такие, какие они есть. Вот. Всего боятся, сомневаются. Вот. Ну, это, это ваши родители. Вот. Причем здесь вы? Понимаете, да? То есть, здесь о чем идет речь? Об отсутствии личных границ между вами и вашими родителями. Вот. Как будто бы вы себя от родителей твоих не отграничиваете. Почему-то. И хотите, чтобы именно они одобрили ваши какие-то идеи, ваши какие-то начинания и так далее. Вот. Важный вопрос в этом заключается в том, как вы к этому приходите. Вот. Как вы, как вы именно вот приходите к тому, что вам это нужно. Вот. Каким образом вы к этому приходите, если вам это нужно. Чтобы ваши родители одобрили то, что вы хотите. Вот. И как вы себя чувствуете, как вы, как вы себя ощущаете, когда этого не происходит. То есть, когда они не одобряют то, что вам хочется, да, то, что вам нужно и так далее. Вот. Как вы на это реагируете. Буквально. Вот. Именно буквально. Как вы на это реагируете. Вот. Это очень важный момент. Как мне кажется. Ловлю себя на том, что боюсь мечтать и ставить цели. Потому что знаю, что если поставлю, то достигну. Но это уже выйдет из зоны всеобщего комфорта. И встретит сопротивление, возможно, негатива. А вы боитесь негатива со стороны родителей? Или вы боитесь, ну, например, чувство вины вы ощущаете перед родителями? То есть, вот, вас пугает негатив. Но надо выяснить, чем он вас пугает, так сказать. Вот. Что для вас в этом такого? Если чувство вины, работать с новым чувством вины. Находить. Находить. На мой, по крайней мере, взгляд. Находить. 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 В себе. Тот. Ресурс. Скажем так. Который лежит в основе чувства вины, появляющегося у вас. Как правило, это злость. А вот. Обида. Но человек. Себе это зажимает. Ну, как правило. Человек себе этого не позволяет как-то это чувствовать, да, как-то это ощущать. Вот. Он себе это запрещает. И если он себе запрещает это, то появляется чувство вины. Вот. То есть, по сути, по сути, то же самое, то же самое, все то же самое. Только направленное на вас уже. Вот. Понимаете, да? Так это направлено на кого-то. Вот. Ну, то есть вовне. Вот. Так это вовне направляется. А так это направлено на вас. На себя саму, получается. Вот. 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 И, естественно, с самого собой, это поражает проблемы. Вот. А еще. Эмммм. Поражает проблемы, как мне видится, то, что вы, по сути, не осознаете, а чего именно вы боитесь. Вот. Дальше. Встретить сопротивление, возможно, негатив. Но это похоже на неуверенность в себе, конечно. Это касается работы. Но здесь я лавирую, а вот в личной сфере это просто пролазует изначально. Как быть? Работать над личными границами с родителями, над уверенностью в себя страхами, чувством вины и рассматривать вопрос психо-эмоциональной сепарации от родителей. Так же физически. Вот. А сейчас получается так, чтобы родители вам мешают жить. Вот. И условиям, при котором вы бы смогли почувствовать себя свободно, да, условия, при которых это могло бы произойти, это изменение ваших родителей. Вот. Но родители ваши не изменятся. Вот. И поэтому, по сути, получается такой, я бы сказал, тупичок. Если, как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, если мы не рассматриваем возможность принятия личной ответственности за то, что в вашей жизни происходит. Вот. Понимаете, да? Какая штука. И потому главный самый вопрос, это вопрос того, готовы ли вы меняться сами. Вот. Если, 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 если готовы, то психологи с радостью вам помогут это сделать. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. С salmonwww. В Anthrop